Важные насущные проблемы для региона или манипуляции с выгодой. Подписывайтесь на обновление и будете в курсе всего самого интересного. Западные издания пишут о повестке предстоящих на следующей неделе переговоров президента США Джо Байдена и лидеров стран Центральной Азии. СМИ также отмечают, что военная тактика Украины на Черном море несет риски для экспорта казахстанской нефти. В процессе сообщают и об отмене в Казахстане выступлений, поддерживающих войну российских артистов. Американская платформа, освещающая проблемы безопасности внешней политики и прав человека, пишет о повестке предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и глав стран Центральной Азии. Американский лидер проведет первую встречу с лидерами всех пяти станов на следующей неделе на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Возобновление внимания к региону со стороны американских политиков, вероятно, является частью их стремления противостоять влиянию Китаю и добиться расположения лидеров региона после незаконного вторжения России в Украину, считают авторы публикации. Старший советник международной неправительственной организации Jordan Street и советник организации по вопросам безопасности региональных конфликтов Центральной Азии Илья Джонс. США обеспокоены экономическими соглашениями региона с Китаем и обходом России с санкцией через Центральную Азию. Вашингтон понимает, что ему необходимо укрепить дипломатические отношения со многими странами, чтобы получить больше поддержки по украинскому вопросу. Как пишут авторы, добиться немедленного прогресса во время саммита вряд ли удастся. Но, тем не менее, встреча станет символическим жестом поддержки региона, который долгое время был второстепенным во внешней политике Вашингтона. Риты Джонс отмечают, что если администрация Байдена всерьез настроена на построение позитивных отношений с Центральной Азией, ей не следует рассматривать регион исключительно через свои узкие приоритеты, а нужно стремиться сбалансировать интересы. Авторы подчеркивают, что Соединенным Штатам следует рассмотреть три приоритетных вопроса на саммите. Взаимный интерес к территориальной целостности и региональному сотрудничеству, важность защиты гражданского общества от репрессий и необходимость сосредоточиться на наиболее выгодных формах сотрудничества в области общей безопасности. Поддержка Соединенными Штатами региональной безопасности может обсуждаться в ходе саммита. Но, по мнению авторого, Вашингтону следует проявлять осторожность, поскольку его активность может создать напряженность в Центральной Азии, где присутствуют интересы России и Китая. На фоне все более угрожающей риторики Москвы, по мнению Стрита и Джонса, Вашингтону важно утвердиться в качестве надежного партнера и поддерживать региональное взаимодействие, а также укреплять сотрудничество в таких сферах, как изменение климата, доступ к рынкам, диверсификация торговли, транснациональные инфраструктурные проекты. В то же время США должны добиваться от стран региона определенных гарантий в сфере прав и свобод человека. Вашингтон может улучшить ситуацию, увеличив помощь организациям гражданского общества, полагают авторы, отмечая, что Штаты могли бы нарастить инвестиции в образование и проекты с участием молодежи. Администрация Байдена совершит ошибку, если будет рассматривать этот саммит как своего рода упражнение, проводимое исключительно для противодействия саммитам с лидерами стран региона, которые провел президент России Владимир Путин в октябре 2022 года и глава Китая Си Цзиньпинь в мае 2023 года. Байдену следует работать над поиском областей, представляющих взаимный интерес, не попадая при этом в ловушку попыток превзойти Россию и Китай в военных обязательствах, говорится в статье. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, зачем Байден собирает всех лидеров стран Центральной Азии на самом деле? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.